Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 12.06 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот» по-прежнему в студии Игоря Рысев и Светлана Занькова. — Все именно так. У нас с вами новая тема, по которой даже есть опрос. И, собственно, поэтому вы должны быть во всеоружии. Вы должны пользоваться теперь. Я даже так скажу, должны. А почему бы и нет? Пользуйтесь интернетом, пользуйтесь своим телефоном. Я уверен, он у вас есть. Номера для связи 8909-720-101 и 0. Я люблю читать от вас смс, но вы делаете это в последнее время крайне редко. Вы не забываете, что нужно подписываться, тогда я их смогу прочитать. Зачем вам нужны эти номера телефонов? Мы сейчас скажем. Ну, еще один у нас есть, 708-502. Это если вы хотите с нами поговорить прямо вживую. Это прямой эфир. Поэтому если вы позвоните, вы прямо в данный момент, в реальном времени на нас и попадете. — Да, мы сейчас озвучим нашу тему и представим нашего гостя. Но я должна выполнить обещание, которое дала в прошлом часе. Мы говорили про улицу Упита или Упита, как мы привыкли говорить. И Игорь говорит, ну вот не знаю, кто такой, и хоть ты иди в прогулки по вятке. А я рассказывала о том, что у нас был такой эфир достаточно длительное время назад, давно. Так вот, Андрей Мартынович Упит, народный писатель Латвии, 43-го года рождения прошлого века, герой социалистического труда, в годы Великой Отечественной войны жил и работал в Кстинино Кировской области. А в 43-м году вышла его повесть «Поездки волнительного восток». Здесь был написан роман «Земля зелёная». В 1977 году на территории Кстининского дома отдыха была открыта мемориальная доска, ему посвящённая, и одна из улиц была названа его именем. И в частности, благодаря этому тоже человеку, благодаря тому, что он здесь жил, было создано общество российско-латвийской дружбы. И оно очень активно у нас действует. Книгу, посвящённую нашей дружбе Вятка Таугава, написал Михаил Решетников. Эта книга была нам презентована. Потом выходила ещё книга, это было в прошлом веке, а в этом веке уже выходила новая книга, тоже посвящённая всем представителям прибалтийских республик, которые здесь у нас проживали, очень подробно. Я, к сожалению, её сейчас найти не смогла, но я думаю, что как найду, сразу же вам сообщу. Я просто при беглом прочтении не мог понять, какое отношение всё-таки имел к кироскопу, сейчас понятно. Мы тогда обсуждали как раз вопрос, что когда поднимаются вопросы по переименованию улиц, возвращению, многие говорили, а зачем этот здесь у нас, а зачем тот? Вот тогда мы делали этот эфир, объясняя, кто были эти люди. Одно дело, достаточно спорные, например, личности, которые участвовали в революции или ещё в каких-то действиях, есть люди, которые занимались творчеством, есть культурные деятели, которые никакого отношения к политике напрямую не имели. Вот его фамилия как раз-таки звучит как аббревиатура или как человека, который участвовал в каких-то революционных действиях. На самом деле нет, оказывается, писателя доброй души человека. Надо знать нашу историю. Меня, кстати говоря, вдохновили слова Алексея Вершинина, который был у нас в прошлом часе, заместитель и представитель правительства Кировской области, о том, что всё-таки в Кирове нужно сохранять исторические фасады во что бы то ни стало. Я надеюсь, он примет активную участие в этом движении. Груди встанет на защиту. Сохранение. Но там есть хорошие для него как раз, поскольку он курирует сейчас вопросы развития предпринимательства и торговли. Мы знаем прекрасно, как действуют во всех странах, и в России в том числе. Это действительно тяжело восстанавливать исторические здания, и они отдаются бизнесменам. Хотя бы фасад сохранить, а дальше, пожалуйста, стройте там офис какой-то ещё и так далее. Это единственный способ сохранения этих зданий, потому что восстановить мало, много денег ты потратишь, но мало восстановить. Им же нужно пользоваться, его нужно поддерживать. Я совсем недавно была у того самого единственного сохранившегося с XVIII века, с XVIII века, 1757, по-моему, год, или восьмой. То здание, помнишь, каменное, которое было построено вскоре после пожара на Вятке Большого. Его сейчас городские власти просят найти спонсоров, бизнесменов, просят найтись, объявиться, кто готов его восстановить. Я посмотрела на него ещё раз очень пристально. Я понимаю, что, конечно, восстановлению этот дом... Ну вот да, это, знаешь, это как я был в Киеве, я, наверное, рассказывал уже, это там потрясающее здание, огромное, величественное, но они заброшенные. Потому что восстановить их настолько тяжело и настолько там много нужно денег, что ни у государства нет этих денег, ни у бизнесменов. У бизнесменов поэтому и интерес. Собственно, поэтому в центр города, он просто, там ходишь, и заброшенные потрясающие здания, кое-как заколоченные досками. Но мы вернёмся к этой теме, я уверена, ещё не один раз. А сейчас представим нашу гостью. Это Людмила Мальцева, начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Людмила Геннадьевна, добрый день. Добрый день. Что сказать? Ну, я не знаю, можно ли назвать неутешительными данными, данными, которые Роспотребнадзора опубликовала в последнее время. Я вижу, что управление Роспотребнадзора отчиталось с проверки образовательных учреждений на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания детей. Всего за 10 месяцев, как пишут СМИ, специалистами управления проведены плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении 75 образовательных учреждений. И вот выписано 48 протоколов о нарушении санитарно-эпидемиологических норм при организации питания детей. Много ли это или мало? И насколько они серьёзные? Да. Какие у нас тенденции? Вы сейчас так улыбаетесь, Людмила Геннадьевна, как будто мы какие-то вопросы таки... Нет, вот просто, вы понимаете, контроль и надзор за соблюдением требований санитарного законодательства на различных объектах, в том числе и в школах, и в детских дошкольных. Это, в принципе, всегда функция была Роспотребнадзора. Мы этим занимаемся уже более 90 лет. И, может быть, мы более активно в последнее время стали, как сказать, писать о своей деятельности в средствах массовой информации, в том числе и на сайте размещать информацию. И это вызывает, конечно, интерес. А так мы практически ежегодно проверяем школы и детские дошкольные учреждения. У нас количество проверенных объектов стандартно. Мы один раз в два года проверяем практически все объекты по области данного профиля. Поэтому все под надзором. То, что под надзором, это мы понимаем. Вообще Роспотребнадзор – это такая серьезная организация, мимо которой не пройдешь. Это точно. Но вот все-таки эти 48 протоколов – это много или мало? Или это стандартная цифра, средний показатель. Увеличивается количество нарушений, уменьшается? Вот, к сожалению, стоит отметить, что все-таки, несмотря на то, что проверки довольно часто проводятся в школьных учреждениях, и в том числе и в школьных столовых, при этом нарушения выявляются стандартные причем. И количество протоколов практически равно. Одна проверка, один протокол – это получается всегда. И причем, вот вы понимаете, может быть, это даже нежелание самих сотрудников соблюдать требования санитарных правил. Порой даже выявляться то, что, несмотря на то, что они должны знать санитарные правила, их соблюдать для предотвращения каких-то определенных заболеваний, они вообще не знают основные положения даже санитарных правил. Сюда такие элементарные нарушения. Если они не знают, что и соблюдать-то нужно? Конечно. Ключаться и такое. А как это может происходить? Вот вы знаете, в последнее время, ведь у нас в Кировской области вообще, в принципе, действует программа по образованию, да? И за последние два года в рамках финансирования мероприятий данной программы около 50 школьных столовых модернизировались. И понимаете, вот мы в прошлом году проводили коллегию управления своего и обнаружили то, и нам руководители муниципалитетов, это по области в том числе касается, сказали, что они столкнулись с тем, что работники пищеблоков школьных столовых не умеют пользоваться оборудованием, потому что все оборудование вновь установлено, имеет программное обеспечение. Представляете? Оборудование поставили, деньги потратили. А людей не научили им пользоваться. А людей не научили. И они... То есть кадры решают все. Эта пословица вообще очень даже актуальна. В этой сфере очень актуальна. Какие основные нарушения в таком случае возникают в пищеблоках образовательных учреждений? Ну, мы как раз на сайте разместили те стандартные нарушения, которые как раз они стандартные, которые практически всегда при организации школьного питания выявляются. Это несоблюдение сроков хранения пищевых продуктов, которые необходимо строго соблюдать. Это незаполнение необходимой документации для того, чтобы потом отследить, да, как судьбу, можно так сказать, продукта, который поступил в школьную столовую. И вот отсутствие даже и элементарных знаний гигиены. Вот сейчас, когда эта проблема обозначена, она такая удивительная, может быть, была для всех. Сейчас мы тоже с Игорем удивились, так вздёрнули брови. Надо порадоваться, чтобы оставили новое оборудование. Всегда хорошо. Конечно, его нужно обновлять. Очень грустно, что оказалось так, что персонал не готов. Может быть, вы некомпетентны для того, чтобы ответить сейчас на мой вопрос, но я всё равно спрошу, а кто ответственен за то, чтобы этот персонал был обучен? Вот то, что касается гигиенической подготовки, да, знания санитарных правил, это как раз наша функция, мы это контролируем, это регламентируется санитарными правилами, и один раз в два года у нас все сотрудники пищеблоков проходят гигиеническую подготовку. А то, что касается умения работы на оборудовании, на новом, современном, это уже, конечно, санитарным законодательством не регулируется. Это вопрос не нашего профиля. Может быть, вы как-то неформально общались с руководством школы? Что они говорят на это? Как так? Понимаете, обучают. Больше других путей нет. Просто элементарно берут и обучают. Представляю, просто директор приходит и говорит, вот это. Я тоже самое представила. Ну-ка, давай посмотрим. Нет, конечно, не директор. У нас, можно сказать, передовики в этом направлении, в модернизации школьных столов и Слободской район, город Слободской даже, можно сказать. И вот они на базе, целая научная практическая работа была проведена по изучению пищевого статуса школьников города Слободского. Привлекались научные центры, они установили, что в питании отсутствует то-то или недостаток того-то такого-то ингредиента. Естественно, у них меню сейчас составлено с учетом вот этих необходимых рекомендаций, которые дали ученые. И как раз администрация города Слободского организовала проведение вот таких обучающих семинаров на своих площадках, на базе школьных столов для того, чтобы научить работать на оборудовании сотрудников пищеблоков. Вот даже таким образом проводится. То есть они подошли очень грамотно, научно, провели целый комплекс работ. Но это в Слободском, да? Да, это город Слободскому. А по Слободскому много в результате проверки предписаний в итоге? Ну, встречаются, конечно. Они встречаются, но в меньших количествах или сейчас мы не можем сказать? Вот вы знаете, мы сейчас как раз такой анализ, может быть, действительно необходимо провести по концу года, и мы его, наверное, проведем. А сейчас я не могу такую информацию провести. А в Кирове будут такие исследования? Не знаете проводиться? Ну, во-первых, это все-таки работа платная, да? Ее никто не профинансирует, ни одна школа. Если, конечно, у нас муниципалитет пойдет на такие шаги, то... То есть, может, это решение муниципалитета? Конечно. Ну, мы давай с тобой, Игорь, пригласим прямо в наш эфир из Слободского представителей и выясним эту ситуацию. Я просто вспоминаю свое детство, я понимаю, что у меня мучного, видимо, не хватало в рационе, потому что кормили в основном булочками. Вот интересно, какое теперь меню в Слободском? Ну, как оно изменилось после того, как провели эти исследования? Это хорошая тема, я вчера ее с дочкой обсуждала. Я вспоминала, чем нас кормили, а она вспоминала, рассказывала, чем кормят их. Я-то прекрасно помню, что у нас нормы тоже, я уж не знаю, как они соблюдались, но мы брали кусок черного хлеба после обеда, клали на него котлету и по коридору мы с этим все ушли. Вот, наверное, так. Ну, слушайте, пока мы не ушли далеко от этой темы, я хотел бы слушателям задать вопрос. 8909-721-0 и 708-502, чем ваших детей кормят в школе или чем кормили вас? А следите ли вы вообще за питанием ваших детей в школе? Может быть, родители на самом деле и хотели бы, чтобы провели такие исследования, и они сами бы смогли каким-то образом поспособствовать этому. Ну, и у нас есть опрос на сайте страницы ВКонтакте. В случае покупки подозрительных продуктов, что вы делаете? Жалуетесь ли вы в Роспотребнадзор или нет? Или идете в магазин менять или выбрасываете? У нас есть даже вариант ответа «употребляю в пищу». Ну, то есть подозрительный, да, ну и черт с ним. Посмотрим, что будет. Заходите на наш сайт, на страницу ВКонтакте. На странице ВКонтакте есть возможность комментирования, там можно свой вариант ответа оставить. Мы ведь говорим не только о школьном питании, по которому проведен ряд проверок, и понятно, Роспотребнадзор, что где-то работа ведется более интенсивно и профессионально, а где-то менее интенсивно-профессионально, может быть. Но еще и о других проверках, в частности, о исследованиях питьевой воды. Было неприятное сообщение на днях, что в микрорайоне Новоавиатс города Кирова выявлены кишечные вирусы. Это тоже, кажется, не сезон, зима. Откуда эти кишечные вирусы в воде питьевой? Ну, зима у нас еще только началась. До этого у нас была довольно теплая осень. И, естественно, это последствия такой, можно сказать, лета и теплой осени. Хочу все-таки акцентировать внимание, что мы вирус не выделили в питьевой воде. Мы выделили маркера вируса, то есть это антиген или антитело вируса. Самих вирусов мы в питьевой воде не выделяли. Вот это непонятно. Что это все значит? Антиген, маркер? Одной из функций Роспотребнадзора в том числе является проведение мониторинга за циркуляцией вирусов и бактерий в окружающей среде. Так, во время проведения контрольно-надзорных мероприятий у нас огромное внимание уделяться лабораторному контролю за факторами среды. Это и пищевые продукты, и питьевая вода, и вода открытых водоемов, и воздух. В общем, все, что можно исследовать, мы исследуем. Естественно, для того, чтобы какие-то потом профилактические мероприятия провести. Как раз вот в данной ситуации, я считаю, что нами перенетят и все зависящие от нас меры. Во-первых, мы выделили маркера вируса. Мы просто говорим, что вирус в воде Ново-Вятска, возможно, циркуляция вируса. И для того, чтобы его выявить, на каком этапе циркулирует вирус, мы в настоящее время, нами проводится исследование питьевой воды и в источниках водоснабжения, и в разводящей сети, и в емкостях, которые резервуары чистой воды. В общем, мы сейчас выявляем, на каком этапе возможно все-таки контаминация вирусом питьевой воды. То есть его можно будет оттуда выгнать? Безусловно. Во-первых, это ведь не означает, что если мы нашли в какой-то пробе, питьевой воды, вирус, то он в 100% случаев будет присутствовать во всем объеме подаваемой воды. Такого не случается. Он как-то все равно, его гнездное распространение, вот тут он в этом стакане есть, если проще сказать, в этом его нет. То есть вот ситуация такая, но все равно настороженность у нас в данном вопросе есть. Мы соответствующие информации уже направили в водоснабжающие организации. Естественно, будут приняты меры, в том числе и по дезинфекцию водопроводных сетей. Надо напомнить, что в Новоавятске в основном воду получают из подземных источников. Вот да, несмотря на то, что в Новоавятске у нас все время они гордятся, перед кировчанами пьем такую безукоризненную воду, то вот такие случаи всегда возможны. А Людмила Геннадьевна, вот все-таки есть ли вода из скважин? Это правда, действительно. Ведь очень многие даже компании, строительные компании, которые застраивают новые микрорайоны в пригородах Кирова, говорят о том, что вот, ребята, у вас будет чистая вода, потому что скважина и так далее. Все-таки вот патогенные организмы, микроорганизмы, вирусы, они могут находиться в самой подземной воде? Или они, это в принципе исключено, и они могут находиться только, вот как раз вы говорите, в системе циркулирования этой воды, уже построенной нами, людьми? Тут ситуации могут быть очень разнообразные. Все-таки это будет зависеть от того, какой слой воды используется для водоснабжения. Вот если самый верхний слой от поверхности Земли, то, естественно, он загрязненный, там все, что угодно может быть, в том числе и патогенная микрофлора, и различное химическое загрязнение. И поэтому вот это очень, как сказать, серьезный вопрос водоснабжения новых микрорайонов. И вот так вот строители поверхностно подходят, а пробурили вот во дворе жилого дома скважину, мы обеспечим водой весь микрорайон. Такого, конечно, вообще быть не должно, потому что у нас требования к источникам водоснабжения в санитарном законодательстве тоже очень жесткие. Во-первых, надо место выбрать нормально. Исследовать, да, провести тискание. Да, водоносный горизонт подобрать, незагрязненный, а потом уже провести исследование, пригодна ли данная вода для питья. Но, кстати, вот у нас в Кирове, по-моему, несколько... У меня время так быстро течет, года, может, наверное, 3-4 назад, да, мы столкнулись с такой ситуацией, что застройщик в городской черте пробурил для водоснабжения города скважину во дворе жилого дома. Естественно, когда жители заселились, сразу же к нам в управление начали поступать жалобы, почему у нас вода пахнет железом, почему она у нас идет такая ржавая. Мы начали выяснять ситуацию. Оказалось, вот водоснабжение-то организовано таким образом. А может быть, вы помните или знаете эти цифры, на какую глубину необходимо скважину прорывать для того, чтобы пройти все эти горизонты, загрязненные уже нашей деятельностью? Это будет зависеть от того, в каком, как сказать, месте находится, предполагается пробурить источник водоснабжения. Это гидрогеологи скажут уже, у нас, в принципе, достаточно хорошо изучена территория области, и на какую глубину, в каком месте необходимо пробурить скважину, чтобы получить доброкачественную питьевую воду. И хочется знать еще, что сказать. Вот сейчас различные услуги предлагают эти буровые организации. Скважину надо бурить только в тех организациях, которые себя зарекомендовали. Вот раньше на территории области был один промбурвод, который бурил скважину на территории всей области для обеспечения водой всех абсолютно, и хозяйств, и жилья, и сейчас организация – это целая масса. Потому что очень важно, каким образом устроена скважина. Ну да, сейчас едешь по городу или за город, и везде вот эти странные гаражения, только в Кировской области я встречала, скважина на воду, бурение. И каждый, кто приобрел эту машинку, которая приезжает, ну там пробурил, сколько вам надо, столько-то, никаких исследований не проводится. Ну, в общем, такая скважина никогда не обеспечит гарантированное качество питьевой воды, потому что скважина тоже должна быть устроена таким образом, чтобы как-то перекрыть по вертикали поверхностное загрязнение. Вот и в Нововятске тоже, ведь эта вода, которая идет из скважин, она поступает не на предприятия, а для того, чтобы они работали, технический цикл какой-то обеспечивали. Это питьевая вода в жилых домах и тоже в детских учреждениях, образовательных в том числе. И вот тебе, пожалуйста, тоже ряд заболеваний, которые могут возникнуть благодаря этому. Тут целый комплекс, естественно, проблем, которые Роспотребнадзор выясняет. А за этот год вообще обращение в Роспотребнадзор по некачественным продуктам, некачественной питьевой воде снова увеличилось или уменьшилось? И в целом, если говорить не только по образовательным учреждениям? Мы тоже итоги этого года не подводили, но так вот у нас стандартно обращение на качество воды, на качество питания, услуг общественного питания, торговли поступает достаточно много. И по каждому случаю вы организуете комиссию или как происходит? Ну, это в зависимости от того, какая жалоба. Комиссию мы, конечно, не организуем, но проверки проводятся. Я думаю, вы скажете, это тайна. Почему не тайна? У нас Владимир спрашивает по СМС, пить-то можно всё-таки из-под крана воду в нововязке? Мы рекомендуем, да, это же у нас не химическое загрязнение всё-таки, а такое вирусное, воду кипятить. И вообще, в принципе, даже если не обнаружено, вот пусть ситуация спокойна, вообще воду из-под крана мы всегда рекомендуем кипятить. Прошли те времена? Да. Нет, они, в принципе, я не знаю, когда такие были времена, чтобы воду можно было не кипятить. Всегда, особенно врачи-гигиенисты, рекомендовали употреблять. А как же, а фильтры вот эти распространённые, вы как вот и потребитель, я так понимаю, и представитель Роспотребнадзора, ведь они-то сейчас огромное распространение, бытовые фильтры получили, и я наблюдаю, в том числе и своих знакомых дома, наливают прямо вот из-под фильтра и пьют. Это отдельно огромная тема для разговора, употребления, вот применение фильтров для фильтрации воды. Тут можно и о химическом составе воды говорить, и о микробиологическом. Надо смотреть паспорт у фильтра. Вообще, они такие сейчас разнообразные. Разнообразные методы очистки предлагают питьевой воды. Вообще, надо посмотреть, вообще, стоит ли его для данного качества воды применять. Вот, например, на Авиатске там чистить-то нечего, кроме вот как раз достаточно, например, фильтра, который обеспечит микробиологическую чистку воды. А есть такие? Но это будет ультратонкая очистка, он будет стоить очень дорого. Дорогие фильтры очень. А когда будет опубликован годовой отчёт, может быть, генеральный какой-то отчёт, общий Роспотребнадзор по Кировской области, по городу Кирова? Обязанность управления — это информирование населения о всех тех проблемах, о факторах среды, за которыми мы наблюдаем, и о тех мероприятиях, которые мы в течение года проводим. Мы это излагаем в докладе, который публикуем ежегодно, о санэпидблагополучии населения на территории Кировской области. И до 1 марта ежегодно мы этот доклад размещаем, в том числе у себя, на сайте. Вот я сейчас назову этот сайт, 43.rospotrebnadzor.ru, вот там будет этот доклад. Да, и если посмотреть, то у нас и за прошлые годы эти доклады размещены. Там вообще доклады такие объёмные, там очень много информации. Они понятные от понятных потребителей. Мы стараемся писать таким простым языком, доступным, чтобы это было для всех понятно. Ну, по результатам опубликованного доклада мы, конечно, обязательно встретимся, чтобы понять эти тенденции, что у нас происходит. И сейчас время этого блока нашего дневного разворота подошло к концу. Мы благодарим Людмилу Мальцеву, начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Сейчас уйдём на короткую рекламу, после чего... Да, только до этого опрос давай всё-таки скажем. Так, давай. В случае покупки подозрительных продуктов, что вы делаете? Вы в большинстве своих случаев делаете, что пойдёте в магазин и потребуете обменять 45% или выбросите 40%. А в Роспотребнадзор жалуются всего 5% наших слушателей. Между тем, 10... Но какие эти слушатели, да, вы сейчас... Да, а 10% ничего не боятся и едят подозрительные продукты. Вот это мне больше всего нравится. За такой оптимистической ноте уходим на рекламу. История создания ждёт нас после неё. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» и долгожданная, любимая вами слушателей викторина «История создания». Роман Веселков в студии. Здравствуйте. Спонсор викторины – завод «Вятич». История создания. Слушай, ну я думала, ты уже не дойдёшь до нас сегодня. Уже приготовились мы с Володей Сметанином. Был шанс не дойти, потому что поздравляю вас с зимой, которая пришла в наш город вместе с декабрём. Были шансы, что встретим мы Новый год, как в Москве, без снега. Но природа распорядилась обильно, одарив нас вот этими сугробами. Сейчас проблемы у таксистов, добраться сложно, пробки. Зато новогоднее настроение, наконец. Есть новогоднее настроение, именно с ним я бежал по сугробам к вам, боясь опоздать на сегодняшнюю встречу. Благодарю завод «Вятич» за поддержку и за то, что они дают нам возможность встречаться. Завод предлагает попробовать свою продукцию. Особенно она будет неплохо смотреться на новогоднем столе. Речь идёт о вятском квасе, ведь праздник любой сопровождается обильными тостами. А вятский квас в данном случае, друзья, это… Чтобы утро к вам пришёл, чтобы было хорошо. Дело в том, что квас содержит такое количество различных микроэлементов, полезных для организма, в первую очередь для восстановления сил и здоровья. А предстоит нам целая неделя этих праздников. И кто-то, конечно, пользуется по старинке, например, рассолом или морсиком. Но с морсиками тоже его надо где-то добыть. А рассол далеко не всегда полезен для организма, в первую очередь для, уж простите, кишечного тракта и так далее. Поэтому вятский квас, по-моему, в данном случае прекрасная не замена, а именно дополнение к новогоднему столу. Вы знаете, что вятский квас бывает трёх видов, поэтому выбирайте и домашний, и хлебный, какой вам будет угодно. Вятский квас бывает гораздо большее количество видов, и мы это нашим коллективом, побывав на экскурсии, убедились. Там целый список висит в цехе, в цехах. Какой он выдержки, а сколько он хранится, это очень большое разнообразие. Я хочу обратить внимание, что есть такая профессия, квасовар. Непосредственно как раз от имени этого квасовара вятский квас рассказывает о себе и о том, как, собственно, встречать Новый год до последней рекламной кампании. Мне очень нравится. Ну, кстати, кто сомневается в этом, вы можете всегда попасть на экскурсию на завод вятич и убедиться во всём своими глазами. Ну, теперь давайте перейдём к вопросам и ответам. Сегодняшний вопрос, естественно, касается истории нашего города. Ответить на него вы можете по телефону 708-502 и получить награду. Это 1000 рублей, сертификат, который можно обналичить либо в ресторане Райком, либо в пивном дворике. Дело ваше. И попробуй там как раз вятский квас, свежий, бодрящий, спасая здоровье пара, друзья. И вот, Игорь, Светлана, какая смысловая нагрузка у вас возникает при таких словах, как кирпичка, филейка, болото, док, спичка и так далее, и так далее? Ну, там всё. Нет, это районы, в которых существовали стихийно организованные молодёжные банды, которые любили по выходным встречаться на каких-нибудь пустырях с цепями и кастетами. И, ну, можно, потом без, например. То есть такой ностальгии рассказываешь, когда ты участвовал в этом? Когда ты знаешь, пацаны встречаются и говорят, ты откуда? Я с болота. Ну, ладно, кирпичка с болотом, предположим, я не помню, дружат нормально. А вот против там Динамо какого-нибудь, значит, они... Абсолютно верное решение этого вопроса. И, например, я как житель центров из Роковухи, да, мы дружили со старой зеленью, но вот с новой зеленью уже были единоборства, скажем так. Там также делился, например, центры делились там на район Океан, ну, то есть уже такие мелкие. Я вот вообще с 58-го района, который двумя домами ограничен. То есть даже такие были интересные истории. И вот сегодня, пока готовил программу, я поспрашивал у коллег, друзей, там, собственно, с какого ты района. Оказывается, что мы все с разных районов, и если бы это было там лет 20 назад, то, по идее, ну, какая дружба, тут надо отношения выяснять. И среди всех этих районов был такой замечательный район Кор. Коровские пацаны, это была гроза. Гроза, и вот редактор радиостанции Анна Лапшина сама... Она Коровская? Она Коровская. С того района, да? Вот почему она такая. Она мне говорит, какие пацаны у нас были нормальные пацаны. Ну, все, правда, ходили с кастетами. Ну, для нее-то нормальные, конечно. Все ходили с кастетами. Говорит, даже я, отличница, Анечка, ходила с кастетом. Правда, ни разу его не применила. У Удельной до сих пор кружка с кастетом, вот она часто бывает в студии. Так вот, Коровские пацаны. Уважаемые слушатели, вопрос такой, а что такое, в принципе, Кор? И, скажем так, где находился непосредственно этот Кор? То есть, местоположение. У нее оно было фиксированное, потому что Кор – это аббревиатура. Сейчас спросишь, что такое Кор? Не все скажут, даже сами Коровские. Так вот, что обозначает эта аббревиатура? Ну, это такой вспомогательный вопрос. Давайте так, вопрос заключается вот в чем. Где находился Кор? И что такое все-таки Кор? Ну, что такое я могу рассказать сам, ну, вдруг у кого-то из слушателей будет ответ. Что-то кировский, что-то. Я же, ты уже нет. Без подсказок, тихо. Возможно, кировский, я не знаю. Или коммунистический. Наш телефон 708-502. Итак, где находился Кор, уважаемые слушатели? Краснопресненский. Да, красный инструментальщик. Красивый еще. 708-502. Все коровские были очень красивые, потому что носили кастеты. Так, у нас 708-502 пока не разрывается телефон. Возможно, речь Владимира Владимировича Путина сейчас забрала у нас аудиторию. У нас есть звонок. Добрый день, здравствуйте. Как вас? Добрый день, Роман. Добрый день, Светлана. Здравствуйте. Так, а представьтесь, пожалуйста. Дмитрий. Дмитрий, очень приятно. Ну что, где находился Кор? Это район Центрального рынка. Ах, Дмитрий, вы не попали. Не попали вы не совсем туда. Я не принимаю ваш ответ. Вот где железнодорожник, центральный рынок. Стоп, стоп, стоп. Подождите. Но вы сказали, где железнодорожник? Да. А что вы имеете в виду, что такое железнодорожник? А, клуб железнодорожник. Я принимаю этот ответ. Я принимаю этот ответ. Потому что Дмитрий имел в виду сначала ореол распространения района Кор. Но, когда я имел в виду центр, это имел в виду клуб железнодорожников. Дмитрий, вы сами-то коровский? Нет, я чуть выше. Зональный институт. Ходили драться? Бывало. А как у вас район назывался? Зона? Зональный. Зональный. Зональный, да, так и назывался. Тогда это был достаточно далекий район. И для нас, кто жил в центрах, сходить на Зональный, это, ну, не знаю, подвиг Геракла практически был. Я помню, у нас, значит, однажды город собрался драться с заречными. То есть со спичкой. Подожди, давай, Дмитрий, мы отпустим тогда. Или это в дальнейшем? Значит, Дмитрий, нет, я вам расскажу, что такое кор. Вы не знаете, что такое кор, да? Кор. Аббревиатуру сможете разгадать? На языке вертится, а вот помнить не могу. Раньше 100% знал. Добрый сегодня, Веселков. 100% знал. Рано принял ответ, мне кажется. Нет, ну почему? Ну, Дмитрий, я все-таки, давайте так. Ну, вы сказали то, что я хотел услышать. Это честно. Я имею, я согласен, я иногда такой занудой и только восьмому там слушателю по счету даю победу. Дмитрий, забирайте. Значит, сертификат ваш. А вот у меня вот есть предположение, это клуб Октябрьской революции вроде бы. Пац! Это абсолютно точное попадание. Ну, тогда ладно. А это уже точная победа. Тогда ладно. Клуб Октябрьской революции. Дмитрий, все верно, клуб Октябрьской революции. Он был как раз у того самого прудика, который сейчас есть. Там катались на лодочках, там были секции для железнодорожников. Поймите, что это была, скажем так, это элитарный клуб. Вообще такие клубы создавались по всей стране. В очень многих городах были коры. Это была такая, скажем так, вотчина железнодорожников. Мало того, дети железнодорожников в военные и послевоенные годы. Я тут просто, извини, представила, что лапшина состояла в клубе Октябрьских революционеров. Нет, нет. С Касситом. Знаете, клуб был, название осталось. На месте этого клуба построили прекрасный ДК железнодорожников. Это было продолжение истории, но, как часто бывает, кор, он и есть. Кор это в нашей душе, в нашей пацаны. Дмитрий, отпусти, пожалуйста. Дмитрий, я вас отпускаю. Спасибо вам за участие. Не отключайтесь. Не отключайтесь. Не кладите трубку. Так вот, да, клуб Октябрьской революции. Там даже был, так называемый, школьный лагерь при клубе. То есть это полностью самостоятельно... Куда ходила Анечка? Вы уж давайте сами разбирайтесь. Честно говоря, я скажу, Анна просила не рассказывать про кастет. Я уже воспользовался тем, что это прямой эфир и рассказал. Анна, мне, возможно, этим же кастетом. Не выходи из тебя. Не совершай шипку. Да, знаете что, я на этот клуб Октябрьской революции вышел совершенно случайно. Я купил буквально вчера книжку в воспоминании кировчан о том, как они проводили детство. И вот одна там, уж забыл, как зовут женщина, пишет, что да, я была маленькая, и вот ходила в этот школьный лагерь при клубе Октябрьской революции. А мама ее работала при железной дороге, по-моему, буфетчицей. Но это тоже самое здание или оно перестроено было? Здание было деревянное, как, впрочем, тогда многие вот эти бараки строились из дерева для этих же железнодорожников. Район был достаточно обособленный. Вообще Октябрьский проспект, который вел к вокзалу, очень долго это была просто глиняная дорога. И доехать до вокзала тоже было, знаете ли, большим делом. При том, что он проходил как раз по району Кор, потом вот Соловьевский парк, который сейчас парк имени Кирова. И там тоже была братья такая, которая могла и с Кистенем встретить, и с Дубиночкой. А вот ты знаешь, Рома, вот только что буквально у нас был Вершинин, и вот мы говорили о Туризме. Я вот сейчас вот просто сижу и думаю, это же потрясающая возможность. Вот у нас есть прогулки пешком по Вятке, да, а здесь же можно гулять и рассказывать, где, в какой район, куда ходили, из-за чего дрались. Я хочу сказать, что люди же до сих пор еще живы и здравствуют, которые участвовали в этом. Что значит до сих пор? Я обалдеть, я жива, я не участвовала. Деление на районы было всегда. И при царе были Пупуревские, так называемые. Ну вот, тем более. Все это было потом уже при советской власти, когда было очень много советских улиц, и вообще не очень было понятно, да, называли новую улицу по-старому, как сейчас происходит путаница, да, вам куда, мне Энгельса Степан Халтурин или Пятницкая Перебраженская, как вам будет угодно. Потому что даже таксисты до сих пор уже еще все еще не утвердились. И деление на районы было практически сразу, и довоенные ребята выясняли отношения именно с позиции того района, которому они принадлежат. И вы понимаете, вот обиду коминтерновских, доковских, док это вересники, доковских и спичечных, так называемых, их вот оторванность от центральной жизни, от города, их обособленность давала им еще больше сил уверенности, что их район самый крутой. И дрались они по рассказам, я ни разу не участвовал, хотя вот хотел рассказать, что однажды, уже где-то, по-моему, в 90-х была намечена мега-драка, коминтерновские спичка должны были драться с городскими. В состав городских вошли вот наши центры, кто-то пришел на помощь там филейские с ССМовскими, тогда уже наладились взаимоотношения. Естественно, поскольку это внутреннее радио, милиция узнала про это, и друг моего папы, капитан милиции, не буду говорить, он пришел, сказал, так, ты идешь на этот слет? Я говорю, откуда узнаете? Я говорю, не ходи, наши уже там, вас всех развернуты. Действительно, всех поймали прямо у одного края моста и у другого и развернули. За всем все, прощаюсь до вторника. Большое спасибо за внимание, большое спасибо заводу Вятич, Петя, вятский квас, очень тонизирует. Будьте здоровы. Будьте здоровы, да, витамины очень нужны там. Спасибо. Пока. Роман Василков, история создания закончена, и дневной разворот сегодняшний тоже закончен. Светлана Занько, Игорь Рысев, до свидания. Всем пока. Светлана Занько, Игорь Рысев, до свидания. Светлана Занько, Игорь Рысев, до свидания.